АПЛОДИСМЕНТЫ 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 оказалось требующим изменения, на самом деле намного превосходит все то, что есть на Западе, который проклятый и бездуховный. И к тому, к чему вся эта история приводит 20-е, 30-е годы в тоталитарной Японии. Сначала я хочу показать две картинки, которые мы сравним друг с другом. На первой это раскрашенная фотография, уже настолько раскрашенная, что потерявшая всякую узнаваемость 900-го года, мы видим императора Мэйди, правившего тогда, с его семейством, императрицу, которая сидит рядом с ним, кронпринца, которая стоит справа, кронпринцессу, которая стоит слева. Но на что надо обратить внимание, сравнивая эту картинку со следующей, вся история именно в сопоставлении. Это несколько деталей, и о них мы и будем говорить. Во-первых, обратите внимание на то, что японский император 1900-го года одет в западного покроя военный мундир. На столе перед ним стоит западного покроя, такая а-ля французская военная кепи с плюмажом. Императрица сидит на западного, уже не покроя, а дизайна, кресле. А дети, младшие, одеты по японскому стандарту, а старшие по европейскому. А теперь посмотрим сюда. Эта картинка, это не император, поскольку в Японии традиции прижизненного изображения императоров не было вообще. Их изображали только после смерти, или когда они уходили в монахи. Это картинка с изображением Сёгуна, военного, реально правящего хозяина Японии 18-го столетия, который сидит, а не стоит, как на вот этой раскрашенной фотографии Мэйди. Его лицо без борода, а у Мэйди, обратите внимание, бородка клинышком и усы. И это чрезвычайно важно. Мы видим, вернее, мы даже не видим того, на чем он сидит, кроме как вот такого завитка с правой стороны, предполагающего некую циновку. И, естественно, немыслимо представить изображение Сёгуна с супругой и детьми. Никакие семейно-властные портреты тогда не существовали. Между этими двумя картинками, которые так не похожи друг на друга, стоит ключевой момент. Два ключевых момента. Вернее, нет. Первый мы пока вынем за скобки. Один. Это 1850-е годы. Тот самый момент, когда Япония столкнулась с европейскими, американскими и русскими эскадрами. И вот история, которую я хочу вслед за Мещеряковым развернуть, это история, которая начинается в середине 16-го столетия и ведет нас дальше, ближе к нам. Первый момент, когда японские острова увидели европейцев, а европейцы увидели японские острова, это середина 16-го века. Европейцы, это были португальцы, которых сначала буря несколько человек выбросило на один из островов. А потом вслед за ними стали появляться миссионеры, торговцы, администраторы. Их называли нанбан, южные варвары. Поскольку первые черные корабли, просмоленные и впечатлившие японцев, которые одну из картинок таких мы видим здесь, пришли с юга. Европейское присутствие начинает расширяться. Появляются христианские миссии, и число японцев-христиан начинает резко расти. И уже в 16-м веке, и в следующее столетие, возникает вокруг европейцев, которых видело число японцев чрезвычайно небольшое. Возникает целый ряд представлений, которые дегуманизируют европейское тело. Представляют себе европейцы, как получеловека, полузверя, полумонстра, полулешего, полудемона, наделенного всеми отрицательными чертами и признаками уродства, которые только можно было представить. К сожалению, здесь одна из этих 30 тысяч картинок, они при демонстрации обрезаются, поэтому видим не все отрицательные свойства. Они огромного роста. У них красные чудовищные носы. Сопоставление изображения европейца справа, португальца, японца слева. У них огромные глаза. Они прячут под одеждой хвосты. Они носят обувь на каблуках, потому что на самом деле у них нет пяток. И так далее, и так далее. Тело европейца, как тело монстра, тело японца, как тело образцовое. Присутствие португальцев, голландцев и других западных людей на японских островах было недолгим. В 17-м столетии, постепенно, в течение нескольких десятков лет, японские власти, испуганные тем, что европейское присутствие, проповедь христианства, размывает, разбивает духовные скрепы японских островов, испугавшись того, что Япония может стать объектом колонизации, а не только партнером для торговли, испугавшись того, что христианская проповедь и связь португальцев-католиков с далеким папой в Риме вредит японскому суверенитету, начинают страну закрывать, изгонять проповедников, запрещать проповедь христианства, вырезать его адептов и к середине 17-го столетия Япония закрывается. Число иностранных кораблей, которые могут входить в японские порты, сводится всего лишь к нескольким. Португальцев и всех католиков удаляют как таковых, разрешая лишь иногда появляться в стране голландцам, которые были протестантами. И в течение двух столетий в Японии царит мир. Это идеальная во многом, но приведшая к печальным последствиям ситуация того, что можно назвать блестящей изоляцией. Япония – это страна, в которой царствует мир и порядок. В ней нет ни гражданских войн, которые завершились, ни внешних войн, потому что она закрыта. В ней существует жестко иерархически выстроенное сословное общество, в котором каждое из сословий обладает определенными правами. Никто не может, надеется, выбиться вверх, но никто и не может бояться потерять свой статус. Население растет. Страна, если не процветает, то живет, по крайней мере, не беднее, чем многие европейские страны того же времени, о которых японцы тогда, естественно, ничего не знали. У них была память о европейцах, о тех самых странных созданиях несших проповедь христианства, покушавшегося на духовные скрепы, но самих европейцев японцы не видели. И спустя 200 лет, да, любопытный момент, который все-таки пока не 200 лет, факт, который очень хорошо характеризует тогдашние нравы. Порядок, порядок и еще раз порядок. Если в этот период случаются какие-то народные бунты или крестьянские, даже не столько восстания, сколько крестьяне подают жалобы на чиновников не по должной иерархической лестнице, и жалобы, скажем, на чиновников нерадивых, которые их притесняют, и эти жалобы признаются справедливыми, то часто требования, если они справедливы, удовлетворяются, а зачинщики, податели, петиции, даже если их требования справедливы, казнятся. Потому что порядок превыше всего. И вот идет время. Да, посмотрите на этого человека с длинным носом. Это как раз пример той самой дегуманизации европейского тела лица, о котором я говорил. В 1853 год. В гавань столицы Сёгуна-Эда входит корабль американского коммодора Перри. Корабль, совсем не похожий на крошечные японские лодки, которые можно было строить тогда. Почему? Потому что, чтобы японцы не уплывали с островов, и чтобы не было даже такой идеи, жестко регламентировался максимальный размер кораблей. Внутри страны регламентировалась ширина дорог, которые должны были быть чрезвычайно узкие, не расширяться, для того, чтобы какой-нибудь мятежник со своим отрядом не смог срочно, быстро перевести свои войска в столицу и поднять мятеж. И вот появляются американские кораблищи, синившиеся пушками, и в течение нескольких лет Япония оказывается в непривычной для себя, но абсолютно чудовищной состоянии военного унижения, бессилия и неспособности что-либо противопоставить этим западным кораблям. А что они хотели? Они хотели свободной торговли. Они хотели того, чтобы японцы разрешили западным купцам сходить на берег, открыть фактории и вообще-то присылать в Японию те товары, которые они хотели присылать, возможно, что-то покупая взамен. Япония открывается. И это вскрытие страны приводит к тому, что для того, чтобы не потерять независимость, она должна модернизироваться, она должна европеизироваться, а для этого изменить, как я уже говорил вначале, почти все. И вот одним из этих элементов почти всего становится тело. Тело, которое, кажется, изменить невозможно. И в Японии эпохи Мэйди, того самого императора, который мы видели в самом начале, эпохи реформ, растянувшихся на всю вторую плену 19 века, одновременно с разговорами о геополитике, о кораблях, о пушках, заводах, железных дорогах, административном делении, необходимости прекратить все внутренние раздоры и усилить вертикаль власти, продолжаются разговоры о теле, о том, что с ним делать. Это мы пропустим. Это чувство неполноценности было связано с несколькими вещами. Естественно, для японцев было чрезвычайно важно то, как на них смотрели люди, пришедшие с Запада. Англичане, французы, русские, американцы, немцы, итальянцы, оказывавшиеся на японских островах во все большем количестве. Для них Япония представляла из себя что-то чрезвычайно курьезное, безусловно, для многих интересное, отчасти, конечно же, варварское, но при этом одно из чаще всего встречающихся слов в дискурсе иноземцев о японце как таковом, и о Японии как стране, была немужественность, женственность японцев, их малый рост, их военная несостоятельность, то, что женщины похожи на мужчин, то, что одежды волочащиеся, мягкие, выстраивающиеся в складки, в них нет ничего, что могло бы как-то ассоциироваться с их славой воинов, о которых говорят столь многие японские тексты. Женственность японцы похожи на подростков, и их культура как таковая, которая все еще не подросла для европейского уровня, и не может строить большие черные корабли, ащичинив все эти пушками, и каждый конкретно японец, безусый, безбородый, одетый во что-то мешковато-шелковое. Для того, чтобы модернизироваться и ответить вот на этот унизительный вызов страны-подростка, японские идеологи того времени предлагают несколько важнейших телесных реформ. Во-первых, от неподвижности привычки к сидению, привычки к, вспомним, изображение Сёгуна, не на коне, не перед войсками, а сидящего, сложив ноги на циновке. От этой неподвижности японской элиты, естественно, крестьяне были подвижны, это понятно, к динамизму. От женственности к мужественности. От сидячего, униженного, согбенного, все время кланивающегося положения нужно распрямиться, встать в полный рост. И тогда мы сможем перестать быть подростками и стать солдатами. Одна из задач, которая перед ними стояла, ее можно было бы сформулировать в виде лозунга «ноги вперед». Чтобы стать динамичнее, требовалось действительно отказаться от традиционной одежды и обуви. Поскольку, вот посмотрите на изображение знатного самурая со своим слугой. Самурай, идущий впереди, одет в такие туфли-гетто, деревянная подошва и две такие вертикальные, довольно высокие штучки, не знаю даже, как их правильно обозвать, которые предназначались для чего? Во-первых, эту обувь надо было очень часто снимать. Всякий раз, когда ты входишь в помещение, всякий раз, когда ты в помещение, не только в помещении, видишь высокопоставленное лицо, перед которым нужно встать на колени, это обувь для постоянного разувания, но совершенно непригодная для быстрой, той самой динамичной европейской ходьбы, и уж тем более для конных экзерсисов. Ни эта мешковатая одежда, которую так критикуют японцы, ни эта, опять же, женственная обувь для самурая нового времени не годится. И важная веха, реформа идет сверху, в 1871 году двор и чиновники переходят на одежду европейского покроя. Сравните еще две картинки. С левой стороны мы видим первую фотографию, которую позволил сделать император Мэйдзи 1872 года. Он одет все еще по старинке, он сидит в такого же рода высоких туфлях. На голове у него странный, как отмечал один из европейских путешественников, плюмаж, который не является плюмажом, но чрезвычайно явно важен в императорском хатюме, хотя и не очень понятно, зачем он нужен. Если бы он открыл рот, что, естественно, было непристойно, мы бы увидели, что его зубы черного цвета, поскольку обычай черни зубы был отменен в Японии чуть позже. Слева, справа, тот же самый Мэйдзи, но уже, опять же, в европейской военной форме, с саблей, знаком мужественности. Представить себе его на левой фотографии с саблей было совершенно немыслимо. И император вообще не мог держать в руках никакого холодного оружия. И оно было запрещено даже в его покоях. Рядом с ним, опять же, треуголка, элемент военной формы. Он сидит на европейского вида кресле, а рядом с ним европейского вида столик, а под ним европейского вида ковер. Разница хронологическая между этими двумя фотографиями всего лишь один год. 1872-1873. И эта фотография была очень важна. Переодевание императора, чиновников, двора и всей новой властной вертикали становится образцом для всей японской элиты. Конечно же, не для крестьян. Мы видим на серии гравюр, которые я покажу сейчас, всевозможные сценки из японской элитной жизни. Вымышленные, реальные, на фотографиях, на гравюрах, быстро приспособившихся под европейские вкусы. Вот здесь это невозможная по сути сцена, когда еще в 1861 году, то есть сразу же почти после прибытия этих европейских кораблей, вскрытие страны, когда европейцев там было еще очень мало, японцы, нарядно одетые в европейское платье, вот скажем, женщина вон там, и японка рядом, одетая по старинке здесь, толпятся у ворот иностранной фактории. Пришедшие, словно на выставку достижений народного, но иностранного хозяйства, поглазеть что и как. Или здесь, это, естественно, чуть более поздние две фотографии, самурай-самурай, и самурай, это на самом деле другой человек, не буду врать, что это он же, переодетый уже в европейский фраг. Или здесь, справа фотография, на самом деле, 1910-х годов, японка и три японки. Комментарии здесь бессмысленные. Члены одной семьи, братья, левый одет по старинке, правый в европейского покроюсь в ртуке. Новая одежда, узкие брюки, туго затянутые корсеты женщин, брюки мужчин, военная форма, новая обувь, все это требовало реформировать японский дом, поскольку в этих платьях, с широким кринолином на узкой талии, в этих брюках невозможно сидеть все время на полу, невозможно часами принимать на полу гостей и устраивать чайную церемонию. Значит, нужны стулья, значит, нужна высокая мебель, значит, нужен дом, который должен быть устроен совершенно не так, как традиционное японское жилище. Это касалось и домов достаточно состоятельных японских чиновников и бизнесменов, которые к этому времени уже начинают отправляться в Европу и в Штаты и в Россию и смотреть, как там все устроено, и самого императорского дворца. Элита начинает менять свои дома, перестраивать их, и тут обнаруживается любопытная штука, которая встречается не только в Японии, но во многих культурах, которые подвергались такой радикальной, ну или ломке, или перестройке, можно использовать любое слово. Когда у богатого японского вельможи или у императора есть два дома. Есть публичные парадные покои, где они принимают гостей, демонстрируя степень своей европеизированности, где стоят высокие стулья, высокие столы и комод, а есть дом, в котором они живут, в котором все как удобно, а не то, как нужно. И вот этот дом, где одеты уже не одеваются не по-европейски, а по-японски, где можно сесть не на этот престижный, но неудобный стул, а по старинке расположиться на полу, на циновках, они соседствуют друг с другом. Так же устроен был долго императорский дворец. Еще один пример европейского типа концерт, запечатленный на японской гравюре. Европейские инструменты, европейские ноты, но японская сакура. Еще один лозунг, то было у нас ноги вперед, это у нас выше голову. Для того, чтобы стать вровень с европейцами, вровень в прямом смысле этого слова, не только экономически или военно, нужно стать с ними вровень, надо стать выше. Для того, чтобы стать выше, что чрезвычайно трудно, требуется решить несколько задач. Во-первых, надо есть лучше, к этому мы еще вернемся. Но как минимум нужно распрямиться в этой новой европейской одежде, в этом новом европейском доме. Нужно встать и нужно вести себя по-другому. В традиционной японской культуре большое тело, тело мускулистое, тело накачанное, тело крестьянина, безусловно, никому не пришло бы в голову считать образцом красоты. Привычное на Западе такое классическое искусство, изображавшее голых атлетов Гераклов. Японцы смотрели на него с откровенным ужасом, потому что оно представляло им никого и ничто иное, как варваров. Диких, похожих на духов природы, но вовсе не на тех самураев, сильных не телом в идеале, а духом, которым требовалось подражать. Для того, чтобы вести себя прилично, требовалось занимать в пространстве как можно меньше места, а не больше. Требовалось жестикулировать как можно меньше, требовались сложенные во много раз полные этикета, церемониальные позы и поклоны. Новый идеал распрямления, сильного большого тела, которое могло бы сравняться с европейским, требовали все это позабыть. И для того, чтобы распрямиться, опять же, один из сигналов подал император Мэдди. Вот вспомним те портреты, которые мы видели раньше. Император одет по-новому, император украшен усами, император явно демонстрирует свою воинскую доблесть, или по крайней мере способность выйти на фронт, но он всегда сидит здесь, на этом изображении, нарушая, опять же, традицию, он изображен стоя. И это чрезвычайно важно. Он садится на коня, принимает смотры войск, и, что вообще было немыслимо, отправляется осматривать свою империю, нарушая все мыслимые и немыслимые законы японского этикета. Сейчас это мы пролистаем. Еда. Чтобы стать как европеец, нужно есть как европеец. Что это означает? Главные продукты, которые японцы еще в шестнадцатом столетии, когда у них появились первые западные люди, и в девятнадцатом, когда этих западных людей стало много, которые с ними ассоциировались, это, конечно же, хлеб, это мясо и это молоко. Если к хлебу им было приспособиться достаточно легко, и он не вызывал никакой культурной дисгармонии, то мясо и молоко – это были продукты явно негативно маркированные. Молоко то и просто вызывало отвращение. Это был практически табуированный продукт, который не приходило в голову его использовать в пищу. Это был признак некультурности, варварского питания. Мясо в некотором количестве потребляли в пищу, но так как Япония – страна маленькая, мест для разведения скота там нет, а поле, отданное под рисоводство, дает намного больше калорий интегрально, чем то же самое поле, где будет пастись скот, то скотоводство было развито слабо, мясо ели редко. И, в общем-то, оно тоже ассоциировалось с варварством, с континентальными племенами, которые когда-то, может быть, были источниками культуры, как китайцы, но им, с точки зрения японцев с 19 века, быть давно перестали, или с северными соседями айнами. Мясо, молоко, хлеб теперь оказались на повестке дня. Чтобы стать европейцем и стать солдатом, требуется не просто включить их в свой рацион, а сделать их основной пищей. Естественно, это могли позволить себе только люди богатые, которые, опять же, разрывая шаблон привычной им кухни, иногда без всякого удовольствия заставляли себя есть все эти продукты. И, опять же, важный сигнал сверху, в 1871 году мясо начинают готовить при императорском дворе. Как я уже говорил, важный элемент мужественности, который был чрезвычайно значим для всех этих телесных реформ, это для мужчин, понятно, усы. Японские чиновники, бизнесмены вслед за императором начинают их усиленно отращивать. Усы, бородки, клинышки. И вот если посмотреть на вот это изображение заседания японского парламента, мы увидим, что практически все мужчины, они не только одеты европейски по крое одежду, но они все оснащены усами. Точно так же, как японские военные, точно так же, как император. И когда к концу 19-го столетия поголовно практически японская элита обзаводится усами и регулярно отправляясь в поездки на запад, она сталкивается с таким неприятным моментом, который вообще для всей этой истории показательен. И вот к этому второму моменту показательен. А именно то, что подражание часто чрезвычайно успешное, а реформы эпохи императора Мэйдзи были успешны не только в этой телесной, одежной и кулинарной сфере, но и в политической, и в военной. Вообще это была история успеха. Они все равно сопряжены со своего рода отставанием, а отставание с унижением. В чем отставание? Когда к началу 20-го века усы в Японии стали массовой, в европейской и в американской в особенности моде, они начинают исчезать. В Америке начало 20-го века усы это признак такого старого дядюшки, консервативного брюзги, а вовсе не модного молодого или не очень бизнесмена, который хочет вести дела, большие дела. И вот этот анекдотический пример с усами на самом деле очень показательный. Почему? Потому что в конце 19-го века Япония сталкивается с чрезвычайно фрустрирующей ситуацией, отчасти даже похожей на то унижение, которое она испытала почти за 50 лет до этого, когда появились американские и европейские корабли. А именно, изменив себя, свое административное устройство, почти свое тело, практически целиком, японец все равно не стал равным тому самому западному человеку, который он стремился подражать. И одним из важнейших пунктов, которым он равным не стал, была та самая мужественность, которая и была наиболее болезненным упреком, вернее, ее отсутствие, для японского национального духа. И таким доказательством мужественности, которое требовалось предъявить, была война. И эти войны начинаются. Когда для того, чтобы войти в семью западных народов, а именно народов не только предприимчивых, народов продвигающих науки, но и народов воинственных, народов колониальных, колонизирующих, требуются колонии, требуются победы. И желательно победы не только над другими азиатскими странами, вспомним войну 1894-1995 годах с Китаем за преобладание в Корее, но и победы над западными людьми, которые одни могли бы продемонстрировать, что все эти комплексы унижения, которые испытала Япония, прошли не зря, и она не просто многому научилась, но и многое может. И таким поворотным пунктом, который вроде бы должен был окончательно всем доказать мужественность Японии и японцев, стала русско-японская война 1904-1905 годов, когда, вопреки всем ожиданиям, Япония одерживает победу, вопреки всем предсказаниям, что японцы не могут воевать, что японский солдат не солдат и все остальное, они топят русские корабли и завоевывают то, к чему стремились. И это все равно не дает им окончательный пропуск в семью западных народов, потому что конец 19-го, начало 20-го веков, это эпоха жесткого расового дискурса на Западе. Азиатский желтый народ при всех внешних признаках европеизации не может, как это часто звучалось на Западе, стать равным народу западному. Даже если он побеждает, и эти победы заслуживают восхищения, японцев называли в то время пруссаками Востока, пруссаки воинственной, созданной для войны народу. Все равно за этим минутным периодом восхищения японскими победами, как, скажем, в Англии, которая была союзницей Японии в то время, следует отток и начинает звучать такой дискурс, желтая опасность. Этот термин появился не по отношению к Японии и вообще раньше, чем русско-японская война. Но в ее контексте японец из женственного подростка Безусова и неспособного на воинские победы превращается, его образ становится совершенно другим. Вот таким, скажем. Сейчас мы к этой картинке вернемся. Опасный, жестокий варвар. Или вот таким. Тот самый пруссак Востока, империалист, стоящий на пороге все более и более мощных завоеваний, готовый расширять бесконечно свою империю, топя мир в крови. И вот сравните вот эти вот два образа вот с этим. Это русская карикатура времен как раз русско-японской войны, где мы видим уверенного в себе огромного русского мужика с чудовищной пушкой, сидящего в Манчжурии, Порт-Артур, русский флот по двуглавым орлом, укрепленный Владивосток на заднем фоне, американца, дядю Сэма, стоящего напротив него, уже намного-намного более скромных маршиторазмеров, британца рядом с ним и маленького японца, которого они направляют словно марионетку. И сравните вот с этими картинками, где уже ничего не остается от этой идеи слабости, марионетки, бессильной куклы в руках держав, а возникает вот этот мощный дискурс желтой опасности. А теперь вернемся вот сюда. Посмотрим на эту картинку. Это японская гравюра времен чуть раньше, 1894 год, война в Китае за Корею, когда японцы изображают себя не только как победителей, что соответствовало действительности, но и как европейцев Азии. Тут очень важны костюмы. Это японские генералы, одетые, опять же, по европейскому стандарту, и стоящие перед ними на коленях пленные китайские генералы, не только проигравшие, но и одетые по традиционному, поверженные колонизируемые и победители-колонизаторы, европейцы, пусть даже они японцы, и китайцы, которыми европейцами никогда не станут по этой мысли. Желтая опасность. Дискурс, который опять возвращает к японцам, к идее вот этой неизбывной, непреодолимой разницы между ними и Европой. Они победители. Они отрастили усы. Они построили могущественный флот, могущественную армию. Они пруссаки Востока. Но постоянное педалирование не только жестокости японских заяваний, но и тема непреодолимой желтизны, которую не преодолеть никак, не изменив одежду, не перестроив японский дом, никаким образом. Она возвращает массу многих японских интеллектуалов, государственную власть и общественное мнение, к идее, прямо противоположной тому чувству комплекса неполноценности, о котором я говорил в начале. Если, несмотря на все вот это, мы все равно не можем быть равными, то значит мы неизбывно другие и лучшие. И от комплекса неполноценности и стремления все в себе поменять, Япония постепенно приходит к всплеску национального чванства и самовосхваления и агрессивному националистическому дискурсу, который наоборот, все то, что раньше считалось недостатками, требующими преодоления, превозносит как достоинство. Страх утратить национальное расовое лицо, свое тело японца, приводит к тому, что постулируется как лозунг, что никакие преобразования больше не нужны. Что желтый, тот самый цвет, которым западные расисты упрекают японца, и говоря о желтой опасности не дают японской империи расширяться, это на самом деле цвет красоты. Что это европейское, неестественно белое, трупное тело, уродливо. Что принесенный европейской материальной цивилизации электрический свет, яркий и совершенно неестественный. Этот отвратительный белый кафель, который везде теперь требуется класть. Эти мерзкие белые зубы, белые, потому что и больше не чернят, и белые, потому что их нужно все время чистить, выбеливать. Хотя красота естественности, может быть, что они могут исполнению и желтые, точно так же, как и кожа, и точно так же, как они и были бы, если бы к ним не прикладывались какие-то искусственные снадобья. «Еллу из бьютифул». Это лозунг, который звучит в Японии 910-х, 920-х, 930-х годов. Японец не хуже, он другой, он неизбывно другой, но это не значит, что он другой хуже, это значит, что он другой лучше. И вот этот комплекс идей приводит, приходит одновременно, торжествует одновременно с тем, что Мещеряков, автор книги, называет «национализацией тела». Ура-расовый дискурс красоты желтого, который был результатом действительно множества реальных и вымышленных реальных, и вымышленных, и вымышленных реальных унижений со стороны Запада, сопровождается усиленной милитаризацией страны, когда давние идеи порядка, иерархии, которые были свойственны японскому обществу, приобретают новые формы, когда император, который, опять же напоминаю, в старину никогда не был военным предводителем, символически стал таковым во времена эпохи Мэйди, становится олицетворением готовой к войне нации, становится своего рода головой коллективного, все более дисциплинируемого японского тела, а образцом для всего общества становится армия, армейская дисциплина, когда вполне, опять же, в традиционном духе в японских войсках издаются всевозможные брошюрки, и уставы, само собой формальные, и всевозможные неформальные рекомендации, регламентирующие и службу, и телесные практики солдата, и, скажем, в одной из таких брошюрок перечисляется 49 видов одних поклонов, которые следовало отдавать. То есть, регламентируется не только, скажем, техника стрельбы, но и то, что касается сугубо символических форм поведения. Такого рода то, что можно было бы назвать рабством, с точки зрения японской культуры того времени, является как раз проявлением высшей свободы. Когда, описывая жестокости войны после Первой мировой, на Западе очень часто используют термин «пушечное мясо», он звучит, естественно, абсолютно негативно. «Пушечное мясо» ассоциируется с образом жестокой бессмысленной бойни, то есть самой траншейной войны Первой мировой. В Японии возникает термин, похожий по смыслу, но совершенно с противоположным знаком – человек-пуля. Человек-пуля – это жертвенный, не знающий страха и не знающий одновременно жалости, дисциплинированный, преданный императору солдат, готовый умереть в любой момент. И значимый момент всей этой истории с милитаризацией общества становится спорт. Понятно, что в Японии еще во времена эпохи Мэйди, на волне общей европеизации, начают внедряться иностранные виды спорта, в которых японцы вначале являются учениками, а потом постепенно становятся уже способны конкурировать с западными спортсменами. В Японии 30-х годов пушечное мясо должно быть здоровым. Спорт оказывается инструментом подготовки к войне, это декларируется прямо, и при этом звучит постоянным рефреном критика западных видов спорта. Их следует практиковать, но одновременно они бездуховны. Почему? Потому что они развивают индивидуализм, индивидуальное соревнование, стремление к индивидуальной победе. Они культивируют либерализм, они культивируют ложную соревновательность, тогда как, опять же, идеалы японских единоборств — это не столько соревнования с соперником, сколько соревнования с собой. И развлекательность, поскольку спорт — это индустрия. Образец — японские боевые искусства. И таким ключевым моментом в этой истории, когда страна начинает очень активно милитаризироваться, очень активно самопрославляться, очень дорожить спортивными победами над западными странами, которые спорт вроде бы плох, но одновременно, когда мы побеждаем, он демонстрирует нашу силу, такая двойственность. Становится идея провести в Токио Олимпиаду. Там должна была состояться Олимпиада в 40-м году. Это решение о ней было принято в 36-м году. Но вот с этого 36-го по этот 40-й много чего приключилось. Началась полномасштабная война в Китае, развязанная Японии и со всеми ее ужасами. На Японию обрушились санкции западных стран. В Японии началась чрезвычайно мощная антизападная пропаганда, сопровождавшаяся в частности вот этим мощным дискурсом о бездуховном спорте. Расходы требовалось сокращать, и Олимпиаду в итоге отменили. И один показательный факт, на котором я хотел бы закончить — это изменение названий спортивных журналов. В начале 40-х был журнал «Бейсбол». Ну, все уже, как я понимаю, по смеху прочли. Потом он был переименован, национализируя спорт и этот журнал в журнал «Бейсбол» и «Сумо». А потом «Бейсбол» и сейчас полностью остался национальный журнал «Сумо». Спасибо за внимание. Спасибо, Миша, отлично.